Важность проповеди Евангелия. Иисус Христос пропустил еду ради проповеди Евангелия. Иисус Христос пропустил еду ради проповеди Евангелия. Он рассматривал любую возможность проповедовать Евангелие как сокровище, и максимально увеличивал ее, чтобы заселить Царство Божие. Когда ученики убедили его поесть, Иисус ответил, у меня есть еда, о которой ты не знаешь. Поэтому ученики сказали друг другу, кто-нибудь принес ему что-нибудь поесть, точка, Иисус сказал им, моя пища есть творить волю пославшего меня и завершить дело его, Иоанна 4,32-34. Урок. Дети Божьи должны думать об удовлетворении Бога в любое время и любой ценой. Мы должны учиться у нашего господа Иисуса Христа, который никогда не променяет свое служение на какое-то другое желание. Он даже пропускал еду, чтобы проповедовать Евангелие, Иоанна 4,32-34, он также воздерживался от случайного отдыха. Время никого не ждет, и каждое Дитя Божье должно рассматривать каждую возможность как лучший момент для проповеди Евангелия. Возможно, никогда не будет подходящего момента для проповеди Евангелия, поэтому каждая возможность должна быть использована. Каждый христианин обязан проповедовать благую весть Иисуса Христа всем людям, удобное ли это время или нет. В Священном Писании подчеркивается необходимость проповедовать Евангелие, 2 Тим. 4,1,5. Бог оставляет за собой излияние благословения для каждого, кто усердно проповедует Евангелие Христа другим людям. Молитва, дорогой Бог, пожалуйста, уполномочь меня проповедовать Евангелие в любое время, удобное или нет. Помоги мне понять необходимость благовестия, и помоги мне благовествовать Евангелие к твоему удовлетворению. Помашь меня с благодатью, чтобы я объяснял Евангелие таким образом, чтобы оно давало положительные результаты для твоего царства. Разделяя Евангелие, пусть неверующие покоряются вере в Иисуса Христа и спасаются. Кроме того, благослови меня и дай мне получить твою должную награду за то, что я исполняю твои наставления. Ибо во имя Иисуса Христа я делаю мои просьбы. Аминь.